С вами занимаемся тем кусочком, который будет образцом для последующих рассмотрений. Речь идет про детальное рассмотрение действительного скалярного метода. В результате, в качестве координата поля принимается вещественная функция, чтобы было ближе чисто символически к электромагнитному полю, которое мы детально рассматривали, мы ее вызываем в большой буквы φ. Координаты одни и единственные. Дальше у вас придумали удовлетворяющийся методов, которые мы униклили в реальном уровне, нашли уравнение Лаганжа для поля. Эти полевые уравнения идейно проистекают из соотношения между компонентами четырех импульсов свободной частицы в чисто классической механике. Ну а дальше уже мы действуем по тому образцу, который мы видели на примере электромагнитного поля. Основная идея, мы сводим поля к набору осцилляторов. Каждый осциллятор характеризуется своим дискретным числом П. Это набор трех компонент, каждый из которых предпринимает дискретное значение. Поскольку эта штука вещественная, то у нас здесь этот кусок плюс комплексно сопряженный. Ну и дальше мы хотели выбрать такой коэффициент нормировки С, чтобы энергия нашего поля, а энергия нашего поля это будет вырывая компонента четыре импульса, да? Вырывая компонента четыре импульса получается из-за тенового компонента. Тен заменения импульса проинтегрированного по всему объему. Наша основная идея на коробке сводится к тому, что, чтобы это был действительно набор осцилляторов, нужно, чтобы сама энергия выглядела таким образом. Это была бы сумма по всем осцилляторам, герметонианам, соответствующим обычным осцилляторам. Только в представлении, в котором вместо Ха и П обобщенными координатами выставляет А и А соображённые, точнее и на А соображённые, да? Тогда здесь должна быть энергия в поле, доможенная на А соображённые и на А не соображённые. Мы потребовали, чтобы компонент этого поля, ну или чтобы сама функция 3, вырубляла этому уравнению, и получили на коэффициенты А уравнения соответствующие осцилляторам. И поэтому вот эта функция у нас оказалась в зависящей по времени так, как положено для обобщённой координатой А. То есть у нас зависит по времени по закону минус 1, а я бы сказал, П на Т. Соответственно, это будет зависеть как Е в стекле плюс и энергия на Т. В нашем случае, опять-таки, оказалось, имеет правильную зависимость от квадрата 3 импульса. Ну вот, вот мы хотим, это наша задача, выбрать координат С, который пока что уже неизвестен, так, чтобы энергия превратилась в классическое активное поле в такую сумму. Эта процедура проделалась нами для электромагнитного поля. Но здесь картина немножко другая. Частицы с массами. Другое, чем в поле, в поле, в поле, знаком дисперсии. Поэтому, может быть, полезно проделать эту процедуру здесь тоже во всех талях. А уже дальше, когда мы перейдем к комплексному полю, где будет пара координат, когда мы перейдем к спинорванному полю, где будет аж 8 разных координат поля, да? Вот, там, все это мы будем делать быстрее, потому что здесь основные идеи мы уже постигли. Итак, для того, чтобы начать действовать, нам нужно иметь, как видно, компонент поля 0, да? Так. Эта компонента может быть получена из вот этого плотности логранжана с помощью такой операции. Причем, буква И в данном случае свойствится к единственной константе, к единственной функции Q, это просто ФИ. Значит, Т0, это будет производная логранжевой плотности по нулевой производной от ФИ. Замноженная на нулевую же производную от ФИ. Минус G0, что есть просто единица на сформусть логранжевой плотности. Ну, теперь уже достаточно просто. Если я продифференцирую вот это выражение по времени, коэффициент 1, 2 исчезнет и останется просто производная по времени. Это здесь доложенная на производную по времени. Ну, будет производная по времени в квадрате. Дальше вымечтим вот этот номер джан. Давайте я его тоже честно распишу. Это вот четырехмерное произведение дмюн на такой же дмюн. На самом деле есть источник в квадрате минус ради НФИ в квадрате и еще минус М в квадрате на ФИ в квадрате. Общий долг теперь будет очень знаменательный, да? Первые два слагаемые складывают в такую общую кондицию дмюн на вторая. А после этого войдут только слагаемые с обратным плюсом. И это очень приятно, что у нас плотность энергии импульса оказалась положительно определенной. Теперь нам необходимо взять вот этот футеграл. Ну, это достаточно сложная функция. Так. И в ней встречается, как видно, все время ФИ и ее производная ФИ в квадрате. Да, просто прощайте, здесь вот может быть квадрат, да? В квадрате. Раз уж мы идем на представление поры в виде осколяторов, то каждая ФИ это есть сумма. Раз там встречается ФИ в квадрате, то это будет двойная сумма, правильно? Значит, будет сумма, скажем, по индексу П и по индексу П штрих. Вот так. В каждой из этих сумм будет такой общий множитель. Мы его давайте принесли. После этого, после этого останется вот это первое. слагаемое, давайте на нее посмотрим пристально. Когда ее в первой сумме произведут дифференциирование по времени, из первого слагаемого выскочит множитель Здесь, например, делается вторая колляция 2,7 и 2,7 и 1,7 и 2,7 и 2. Так. А после этого будет... Какая значима? А на Е в степени ИПР, которую мы продифференцировали А когда мы будем дифференцировать второе слагание, знак в экспоненте другой И поэтому, раз мы вынесли один и тот же множитель, здесь будет знак плюс Это все, что останется от первого слагаемого Так, что останется от второго слагаемого? От второго слагаемого нам придется дифференцировать по R И будет уставить множитель I на B отсюда и минус I на B отсюда То есть, возникнет точно такая же комбинация Только от индекса P' От первого слагаемого, вот этот, сам множитель А, нет, я прошу прощения, пока я еще должен был дифференцировать Второе П' Он даст мне вот такой вот множитель Минус I Эпсилон П' На минус I Эпсилон П' На минус I Эпсилон Эпсилон П' Так Это я тогда измечтал Итак, первое слагаемое записано в форме двух сумм Но второе слагаемое будет тоже в форме двух сумм Причем вот эти величины будут, вот эти вот Со множители будут те же самыми Они теми же самыми множителями, которые получаются при дифференцировании поправок При взятии градиента выскочить отсюда умножить i, b От второй суммы выскочить умножить и штрих Все, с этими другими слагаемыми окончены У них одинаковая структура вот этих двух соножителей Что касается последнего слагаемого То там структура будет простая и другая То есть будут буквально те же самые Поэтому давайте я перепишу это вот так вот Плюс Что будет разного? Поскольку нет никакого дифференцирования То здесь и здесь будет знак груз А все остальное то же самое Ну вот, вроде бы мы получили полный ответ Теперь давайте будем производить интегрирование Я вам напомню формулу, которая у нас уже ремонтировала Если я возьму Плоскую волну От импульса p На плоскую волну От импульса p-штрих Сопряженная И проинтеррировали по всему объему По нашему выбрали дигиду Это будет либо 0 Если p-e-p-штрих не совпадает Да? Либо объем Когда p-e-p-штрих совпадает Это будет просто единица И объем будет просто объем Запомним это И сразу скажем, что В итоге у нас получится Вместо двойной суммы Непременно получится одинарная сумма Непременно выскочит множитель V I Здесь будет c поскольку мы только заявляем, что нам будет число просто, а вот так, что начинается некое разнообразие если я хочу и интересуюсь произведением вот этих двух со мной то при них как раз те экспоненты, которые там были записаны значит, P и P' должны быть одинаковы это означает, что у меня войдет A от P согряженная я напомню, что она зависит от линии, на A от P не согряженная так ну, собственно, а дальше, дальше мы делаем, и это множитель был на этот множитель что даст этот множитель? смотрите, здесь и здесь будут два минус в общем, слагаем он здесь, когда я перемножу, минус I на минус I я тоже получу знак минус когда я здесь перемножу I на I, я тоже получу знак минус и так, у меня войдет вот такой вот со мной с общим основанием плюс и в ситуации, когда P равняется P' значит, это будет ε на P в квадрате на P в квадрате а что получится, если я рассмотрю те же слагаемые при M в квадрате? да? там будут знаки плюс и плюс, умноженные на M в квадрате пакет минус вот все, что получится в этом случае да, что-то я немножечко надолел а надолел одним от чего мы общий коэффициент одну-вторую пропустили, да? И так, мы взяли произведение А, на нас отверженное, получили такой результат Но точно такой же ответник возникнет, если мы рассмотрим вот такие слагаемые Вот это, на вот это Все буквально повторится, как в первом, так в втором слагаемом Поэтому нам придется удовольствовать этот результат Хорошо Теперь рассмотрим остатки Оставшиеся слагаемые будут связать, например, такой же чему А от В на А от В' То есть, если я возьму вот этот кусочек, то можно на этот кусочек Здесь уже, обратите внимание, В и В' будут следоваться одинаковым знаком Значит, ответ номер соответствует тому, что В от В' отличается знаком Значит, у нас будет произведение А от В на А А минус В Супря желтая Супря желтая Супря желтая Каждая из них одинаковым образом зависит от Т Поэтому, вот Э со множителем Имеет зависимость Е в степени И Эпсилон В Минус В Эпсилон В То есть, Стрик В Очень нехорошо Главное, ничем не может быть компенсировано Кроме как, если множитель при нем будет равен нулю Ведь энергия от времени не должна зависеть С первым слагаемым все в порядке А и осопряженные по-разному зависят от времени Поэтому первая со множителем от времени не зависит А этот со множителем от времени зависит Но помножается он в одно что? В чем будет разница по сравнению с предыдущим? Давайте посмотрим Здесь Это произведение входит со знаком минус А эти по самому делу все на конкретном Поэтому по сравнению с предыдущим То есть будет такая штука Минус Эпсилон от минус В штрих и эпсилон от В Эпсилон от минус В и от В совпадают Поэтому квадрат здесь так и останется А здесь ситуация будет немножечко другая, да? Здесь Знак минус и там плюс Общий знак минус Но В штрих равняется минус В В итоге получится плюс В квадрат И так В целом квадрате вообще ничто не изменится Оно так и останется И мы с удовольствием видим Что Как мы и ожидали Эта зависящая от времени слагаемая Имеет коэффициент равным углом Совершенно аналогично будет слагаемая Которая будет выглядеть таким образом А сопряженная на П На А не сопряженная Под П штрих Под П штрихом 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 Вот здесь вот, да? Проштриха, да? Проштриха-то нет, вместо Проштриха будет минус П Здесь тоже всё будет нажать снова Таким образом, мы в качестве ответа получаем следующее утверждение Н равняется сумме ПП отдельных слагаемых Те нули мы выбросим, эти двойки сократим Вот эту двойку учтём Поэтому здесь возникнет сумма От церкви в квадрате на 2 Церкви в квадрате на 2 И дальше на то, что нормально, да? От церкви в квадрате на 1 Сотряжённые П от Т На Незотряжённые Здравствуйте! Здравствуйте! Вы получили то, что хотели, а именно энергия, как сумма вкладывая отдельных насцеляторов. Но чтобы она имела вот такой вот вид, нам необходимо будет здесь, вот из этого репсалла в квадрате, один репсалл отнести сюда, а все остальные коэффициентики выровнять единицы. Так что у нас возникает утверждение, что в этом возложении буква С имеет такой вид. Единица на корень 2 репсалла С и на отнести. Если я приню такое соглашение, то всего этого здесь останется просто репсалл отнести. Ну вот, собственно, видно, что идейно все это очень просто. Идеалгебра изложная. Но все-таки есть некоторая громоздкость и требуется заметная аккуратность. Я вас попрошу, попробуйте сами доказать следующее. А если вы возьмете полный минус, да? Ну, например, его n-толь компоненту. Если n пробегает значение x, y, z, то как его получить? Согласно вот этой молоке мы должны будем взять интеграл 3-0 и по всему отдельному. Так. И тогда у нас получится формула аналогичная эффекта. Понятно, что это сведется к сумме того же произведения. Но только вместо энергии здесь будет стоять импульс отдельного сцелянтора. Это вот упражнение, которое вам поможет закрепить предыдущее действие. 200. Хорошо. Это мы все получили. Теперь стоит вопрос о фондовании этого поля. Как мы обычно действуем в этом случае. Тот образ действия, который был употреблен до электромагнитного поля, может быть продолжен здесь. А именно, классический, классическая координата осцелятора номер f, да? Переходит оператор, который в нервном представлении от времени не зависит. Да? И он называется, как вы помните, оператором уничтожения. А классический импульс, строго говоря, и на нас ограженный, это был классический импульс. Зависящий от времени. Переходит в армитровский сутляжнованный предыдущим оператор, который является оператором рождения. После этого сама координата поля превращается в оператор поля. И этот оператор зависит только от пространственных координат. После этого мы можем все построить, то, что мы делали. Но вместо энергии у нас получен оператор Шеллингер, который, если мы строго соблюдали тот факт, что а и окрест вообще говорят некоммутирующие операторы, то ответ будет выглядеть таким образом. И выставить А от Ф на крест от Ф. А с крестом от Ф. Да, с крестом, да, с крестом, да, с крестом. Да, с крестом. Так, ну и аналогичное урожение монтэнгурса, когда-то я пока не буду там-то так дальше стоит вопрос о том как эти операторы вообще говоря себя ведут какая у них алгебра если они о чем не задумывались то если мы продолжим действие такое же, какое было для электромагнитного поля то мы должны были потребовать чтобы эти операторы вели себя так, как положено для обычного скалятора то есть должны выполняться условия такие что а на отрез равняться равняться единицам так было для обычного скалярка да? что изменится у нас? что изменится у нас? у нас стало много астраляторов и если я беру астраляторы одинаковые то есть имеющие одни и те же знаки это будет астралятор данного слоя то для него все это и будет выполнено астралятор если я беру астраляторы разные от флейка штрих они должны вести себя как независимые величины то есть коммутировать астраляторы в итоге получаются такие правила и нули для всех других комбинаций давайте я их все-таки выпишу если у вас ну а два то для обычного астралятора не было проблем это непременно было нули если у нас плохо астраляторов то это будет нуль для любой комбинации с bp3 и аналогичная вещь будет и для операторов рождения воспользуемся в частности вот этот вот даст нам такой ответ а от p на а с крестом от того же самого p минус на проток а с крестом на а все это есть единица и вот это вот это вот это слагаемое могу переписать таким образом что это будет а крест на а плюс плюс единица в итоге я получу сумму pp от такого набора это это слагаемое борется коэффициент одна вторая исчезнет и останется а с крестом p на а без креста плюс одна вторая да ну и опять как это было и в случае ретромокутного поля мы имеем так сказать энергию волевых колебаний которые мы можем взять в качестве начала отсчета хотя уме помнить что это начало отсчета соответствует бесконечности да и тогда у нас то что останется будет быть и так для этого оператора если мы его обзовем буквой n известно из квантовых механик что его собственные значения имеют величину 0 1 2 и так далее то есть в этом случае естественным образом получается что энергия поля есть энергия отдельных его осцилляторов да причем для данного p этих осцилляторов может быть 0 1 2 3 и так далее это важное обстоятельство которое я хотел бы подчеркнуть в данном состоянии то есть для данной плоской волны может быть любое количество квантов что соответствует статистике Бозенштейна поскольку дальше мы будем сталкиваться с полем Дирака где применяется статистика ферми Дирака то встает естественный вопрос ну вот мы действовали естественным образом так как действуют в квантовой механике с осциллятором и так как мы действовали в случае электромагнитного поля на чем основано понятие естественности и на чем просто мы аналоги поэтому очень наоборот естественно было бы проверить а что если мы примем другую точку зрения давайте попробуем давайте попробуем принять другую точку зрения которая стольится к тому что нет никакого базы а есть наоборот что сервитера в этом случае у нас должна была бы быть не коммутатор а антикоммутатор то есть должна бы быть такая картинка АП А с крестом АП эти словки означают что здесь входит сумма пусть коммутатор антикоммутатор равняется единице проверим что в этом случае получится а в этом случае получится вот какая штука вот пятая вещь согласно этому соотношению будет иметь лишний знак минус когда эти два слова не сократятся и наш результат вместо этого разумного разумного утверждения сведется к сумме вообще независимое число пантов именно здесь возникает возникает из-за этого возникает то утверждение которое обычно формулируют в виде теоремы Паули-Люберса о связи спина со статистикой Действительная скалярная и спиновая частица должна должна кантоваться по Борзея и Штейн это должно быть справедливо для всех частиц с первым целым спином 0,1 и так далее а это мы потом после увидим а в случае спиновых частиц то есть частиц со спином полуцелым 1,2,3,3,3,2 и так далее наоборот если мы возьмем статистику возле Эйнштейна получим глобость а разумные результаты возникают только любые статистики Фермигера таким образом хотя мы здесь строили по аналогии мы теперь показали что это разумные действия ну вот собственно на этом мог бы и заканчиваться рассказ про что действительно скалярное поле последнее штрих который можно сделать это то что мы делали в случае электромагнитного поля он сводится к тому что все это очень просто понятно и привычно но вообще-то нам нужно привыкать к другому а именно это описание не является наглядно реликтивистским элементом операторы здесь зависит только от пространства но не от времени с точки зрения электричества это нехорошо поэтому удобнее для большей наглядности в будущем перейти к газетвердовскому представлению и точно так же как в электродинамике точнее для электромагнитного поля это можно сделать если вы помните таким образом нужно вернуть сюда в зависимости от времени и вспомнить вспомнить что четвертмерный вектор равен здесь вместо этой экспоненты возникнет еще слагаем и ε t здесь плюс и ε t а затем увидеть что это произведение есть нечто иное это четырехнедерное произведение px которое мы для граффити будем просто называть px таким образом окончательный результат на котором мы будем ориентироваться в дальнейшем будет выглядеть так оператор независящий от времени на четырехмерную блоскую валу минус и px плюс оператор равновления на px пx здесь все так и останется как делается вот вся картинка которая возникает в этом случае ну и как раз время окончания первого часа перед работали на всех деталях теперь перейдем к следующему куску в котором окно будет двигаться быстрее мы рассмотрим комплексное скалярное поле токоле в котором будут две коордонаты в котором все сопряженные с фи не совпадают токоле я поэтому употребляю другую букву чтобы не путать с предыдущим случаем маленькую как может быть модифицирована теория этого поля большинство выкладок здесь повторится с очень небольшими изменениями ну к примеру нужно сделать теперь так чтобы функция лагранжа была конечно вещественной раньше не было проблем поскольку фи сама была действительная сейчас чтобы получить уравнение того же сорта нам придется взять немножко другую функцию лагранжа лагранжевую плотность которая будет теперь уже функция фи и сопряженного или неофи или неофи сопряженного будет выглядеть она должна быть по-прежнему ревитивистские варианты но она непременно должна быть теперь вещественной например так на одну вторую стоит отбросить поскольку она теперь поскольку уравнение которое мы получим вещество 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 таким образом и для фи и точно таким же образом для фи сопряженного вещества 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 наступают разложения вот этот пункт как раз мы не будем проходить быстро попробуем пройти более подробно вещество у нас в поле фи вещества должно раскладываться по плоским волнам здесь будет некая опять константа С так дальше будет вообще говоря плоская волна содержащая два наговора расцелятора так здесь были а здесь было а сопряженное это была координата это был индис у обычной идентификации помните да если мы здесь напишем а а б это будет функция времени то здесь я не могу написать как прежде сказать что коэффициент который здесь будет есть сопряженный коэффициенту а б здесь должен быть какой-то другой коэффициент коэффициент в этом будет главное отличие за которым нужно пристально следить давайте этот другой коэффициент назовем например астиной так дальше 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 у нас помимо фи должно быть уравнение для фи стилы ой фи соображенному ничего не останется там записать его на фи сопряженная будет сумма тоже по плоским волнам c c у нас будет то же самое поэтому я на него дальше не буду обращать внимание а вот здесь это будет а сопряженная от t на e и b плюс а стиль сопряженная и так будут две координаты и посмотрите у нас получается что возникнет два набора осцилляторов один набор осцилляторов который описывается с помощью координаты а и импульса а со звездочкой а стильной а и импульсом а стильной и с звездочкой вообще говоря это разные осцилляторы вопрос в чем у меня заключается разница будет отношен когда мы рассмотрим как через эти величины выражаются энергия импульс ток те динамические величины которые имеют отношение к измеряемой физике а дальше что мы делали мы требовали чтобы функция фи и фи сопряженные удовлетворяли уравнение клея хога что мы получали отсюда мы получали вы помните утверждение что это действительно будут осцилляторные уравнения и что вот эта величина должна будет вести себя вот так вот вот эта величина должна будет вести вот так с другой стороны вот эта величина хотя относится к осциллянкам другого сторону как она должна вести в дрир ration ну давайте мы И вот мы будем, чтобы здесь потом возникнуть вариантное описание, считать, что оно зависит от так, а вот эта штука. Дальше мы начнем. Разворачивать все то, что мы разворачивали и так далее. И к чему мы придем, в конце концов. Вот я хотел бы, чтобы гадать. В конце концов, мы превратим вот эту функцию в оператор. Значит, этого координата боли превратится в оператор боли. Здесь возникнет оператор, не зависящий от времени на начальном этапе. И здесь возникнет оператор, не зависящий от времени. Причем, если вспоминать нашу интерпретацию, это был оператор рождения. А здесь получится оператор уничтожения. Осцилляторов одного сорта. Что здесь должно получиться? По аналогии с предыдущим. С такой зависимости от времени здесь должен получиться оператор рождения. А здесь оператор уничтожения других осцилляторов. Можно было бы обозвать его в соответствии с нашим соглашением каким-то таким образом. Для прочтения дела давайте называть, что у нас есть два осциллятора двух сортов. Например, белые и красные осцилляторы. Или, например, осцилляторы сорта А и осцилляторы сорта Б. Это немножко будет проще для записи. Когда вот это включено, мы назовем просто оператором упражнения осциллятором сорта Б. А это у нас станет оператором уничтожения осцилляторов сорта Б. А вот возникнет новшества. И так, что мы обычным образом, имея под рукой фунт с плотной стороны, найдем энергию. Да? Ну и эту самую энергию найдем опять таким же образом. И подставим, вычистлю соответствующую от Т. Да? Ну давайте я его запишу, как оно будет выглядеть. Это Т, чтобы... Только я уже не хочу это проводить детально. Поскольку это выглядит очень даже правдоподобно. Да? Вот как будет выглядеть энергию. И это будет Фи с точкой, сопряженная на Фи. А раньше у нас только... Если бы он стоял, то стоял просто Фи с точкой в квадрате. Дальше... Градиент от Фи в квадрате. А теперь будет градиент от Фи сопряженного на градиент от Фи несопряженного. И дальше у нас стоял М в квадрате на Фи в квадрате. А теперь будет М в квадрате Фи сопряженная на Фи. Так? И опять... Вот это вот выражение, которое имеется в Т0 и 0, В квадрате, оказалось замечательным образом положительной определенной величиной. Если мы дали проэнегрируем, то мы получим такую же картиночку, которую мы получали и в прошлый раз. Только... Только... Как нам все это превратится в операцию? То есть, если мы перейдем вот к этой картинке, да? Пройдем генерирование по ДТР. Учтем... Но еще по калибуре. Просто запишем, что при этом получится. Получится такая штука. Так... Возьмем то же самое С, которое было у нас раньше. Раньше у нас было... О, раз. Возьмем... Пройдем? Возьмем... Возьмем... На кое-нибудь звук с тем самым ТВ. Это тоже самое здесь. если мы все это проделаем, то мы получим такую, что будет зумба по импульсам будет стоять энергия и дальше у нас стояла такая комбинация а-фрест на а плюс комплексно-согряженная величина а вот сейчас стоит другая штука здесь будет стоять b-фрест на b-фрест и если мы теперь воспользуемся теми же рестоловочными соотношениями для b, а что и для а и выбросим соответствующие константы, то все это превратится может во что? это будет вот такая вот красивая сумма во-первых, из них тоже слагаемо, что было раньше и как раньше, вот этот оператор, есть оператор числа частиц только этот оператор числа частиц теперь нужно назвать оператор числа частиц а кроме того у нас будет оператор числа частиц он должен выглядеть совершенно точно так, правильно? давайте мы его будем называть таким образом m с чертой вот такой вот оператор потому что иногда для кратности частица 40b называется античастицей так тогда в качестве оператора у нас возникнет вот такой вот оператор из этого будет следовать, что частицы и античастицы частицы сорта а и частицы сорта б в энергию дают точно такого же сорта и античастицы дают точно такого же сорта и античастицы вся разница будет сидеть в выражении для тока и вот она новая величина давайте к ней более пристально присмотримся если взять формулу для тока, которую мы когда-то уходили если взять формулу для тока, которую мы когда-то уходили если взять формулу для тока, то мы получим, что это ток выглядит так вот хи на хи сопряжённое на хи плюс комплектно напряжённое величина поэтому будет вот такой, даже минус античастиец здесь оператор действует только на хи здесь оператор действует только на хи Ну и этому четырехвектору будет отличать сохраняющаяся речена такого сорта, который вы договорились называть зарядом. Опять, если у качества ФИ и ФИ с точкой подставим наше выражение, превратим это все в оператор. Здесь снова возникнет двойная сумма. Только по сравнению с предыдущим, вы помните, там была двойная сумма, в которую входили две производные. Два производные по феи одному и по фе другому. Здесь только одна производная. И общий итог, который при этом получится, выглядит таким образом. И вот разникает отличие частицы, а не частицы. осцилляторы сорта А и сорта Б дают одинаковый выклад в энергию, одинаковый выклад в инкульс, но разный вклад в заряд. Именно поэтому их называют античастицами. Я еще раз хотел подчеркнуть, что под зарядом здесь может пониматься необязательно электрический заряд. Например, это может быть барионный заряд. Лечь идет о барионах и антибарионах. Например, нейтроны, абсолютно нейтральные частицы, и антинейтроны имеют один и тот же электрический заряд, но разный барионный заряд. Так что вот возникает такая картинка, в которой выскочили античастицы. Дальше, как всегда, мы можем поступить от этого описания, чем мы говорили в Январе, в котором мы все на этом уставе прошли, перейти к реферическому варианту описанию, то есть к госимпиаковскому. И тогда все это немного стереть и написать окончательное урожение для операторов поли. Абсолютно стандартное урожение для операторов поли. Так. Дальше здесь входит оператор уничтожения частицы сока А на элитических вариантов выражения сока А на элитических вариантов. И вторая координата, независимая предыдущая. И вторая координата, независимая предыдущая сока А на элитических вариантов, в которой все окажется с отряжом. Здесь будет А с крестом, и экспонентно происполосными факумами. Здесь будет В вместо места, и экспонентно с обратным методом. Так. Еще раз напомню, что ПХ есть и это столбит П на П, и это столбит П на П, и это столбит. Используется. Используется. Продолжение следует. Используется. Продолжение следует. Сейчас, после того, как мы проконтовали комплексное скалярное поле Очень полезно присмотреться к тому Как эти операторы, операторы поля, изменяются при различных симметрийных преобразованиях Из теремин-метр мы знаем, что если есть симметрия действия по отношению к каким-либо преобразованиям То возникает соответствующий интеграл движения Но, с другой стороны, чтобы понимать, как они возникают Нужно знать, как преобразуются операторы поля по действия той или иной симметрии Давайте рассмотрим с вами как раз этот вопрос О том, как выглядит Набор малый дюймёнский напор из С, В и Т преобразования Для комплексного скалярного поля Для комплексного скалярного поля В этом случае удобно начинать как раз с этого поля Поскольку оно самое простое А потом мы будем интересоваться такими же преобразованиями И для электромагнитного поля, которое мы уже рассмотрели, но которое более сложное И для спинного поля гератора, о котором еще речь пойдет дальше Рассмотрим сначала цель для образования В этом английском Чаще Оно формировано все-таки много Ось у нас осциллятора из сорта А заменяется на осциллятора из сорта Б и наоборот Или преобразование частицы в античастицы Что это будет означать? Это будет означать, что А от П Оператор уничтожения частицы Должь быть заменён на оператор уничтожения античастицы И, соответственно, наоборот Оператор уничтожения частицы Должь заменён на оператор уничтожения античастицы И наоборот Это определение Определение операции Зарядного сопряжения Что происходит Что произойдет При такой преобразовании С оператором Фи Он превратился в такой же словом То, что произойдет Мы должны его называть Буквой Фи С От Х Так, да? Оператор Оператор Зарядного Преобразованный Как же он будет Верить? Это будет Словно А Естественно Первый должен их сохраниться Вместо А А от П Вместо А Будет стоять Вместо А На НЕ Все они изменятся То и останется И Но только я Расскажу его подробно Что такое Пх Это Эфис Вместо 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 А А с крестом. И будет Т включена плюс, да? И на то же самое. Так. Хорошо. Посмотрим на то, что мы получили. И сравняем вот с этой леченой. Ну то есть А с крестом здесь. И А с крестом здесь. Экспонент 1 с плюсом. Экспонент 1 с минусом. Экспонент 1 с минусом. То есть то, что мы получили, оказывается, ничем мы знаем, как просто очистить крестом. И так. Операция зарядового загряжения становится к тому, что оператор fx. Вот ее определение. А вот ее свойства. Оператор fx. В результате c преобразования. Переходит в c преобразованный оператор. Которая здесь просто другая координата. Теперь поговорим о П преобразовании. П преобразовании. Время не меняется. П преобразовании. П у нас изменяется знак. Вот. Что при этом происходит? При этом для скалярной частицы функция должна будет остаться неизменной. Но с другой стороны, в ней это ведь, если здесь было Т и Л, в ней это должны произойти изменения, какого сорта? Р может замениться на минус Р. Неизменным же она может остаться с точностью до некоторой фазы. Тут зайдешь в эту фазу с индексом П большое, а не по малой, что означает связь с черностью. Эта величина по модулю должна равняться единице, чтобы при таком преобразовании, раз частица скалярная, то у нее не должны меняться никакие вероятности. Дальше стоит вопрос о том, а как при этом меняются операторы? Обратите внимание, здесь определение начиналось с того, что мы определяли, как меняются операторы в рождении и уничтожении. Здесь картина совсем другая. Мы определяем преобразование, используя свойства поля. Слово скалярное, где самое важное. А потом только найдем, как будут меняться сами операторы. Ну, сейчас уже расценил звонок, но это сделаем в следующий раз. Прямо я хочу сказать, что само по себе преобразование будет достаточно простое. Более хитрая и сложная вещь, возникнет, когда мы займемся последней операцией. Вот в этой самой операции. Вопрос вам? Да, да. А в определенном месте мы в первом месте? Ну, в общем-то... Продолжение следует...